Девушки отдыхают У нас прям какой-то художественный и хроникальный фильм получается Достойны ли вы смотреть и слушать это? Мы это съемочная группа или все телезрители? Планета, планета Вообще планета, достойна ли вы вообще, что я хожу по ней? Черт его знает, это еще вопрос Васька Шумов, мой любимец, тоже женился и у него уже родилась маленькая девчонка Тоже мне изменил Все они мои, но они все уже не мои Так что вот так Я люблю хоккеистов У них что-то есть Вообще я люблю спорт И спортсменам Любимые мои спортсмены Если кто-то смотрит, привет, как дела, что нового, какие достижения У меня, да у меня так, вы видите, как что Вы не пробовали записать совместный проект? У него же там своя студия, насколько я знаю Пробовали, мы давно это сделали уже Найти надис альбом Мальчик в теннисных туфлях И звезды всегда хороши, особенно ночи Жанна, в какой эпохе вам удобнее всего было бы жить? Вот в прошлой эпохе, где мы были Это вот прошлая эпоха Там было хорошо жить В этой эпохе тоже хорошо жить Прошлое какая? В которой сейчас современность Прошлое, ну так, в которой Вот я еще там в ансамбле «Браво» выступала Потом в своем сольном тражекте русском А в новой эпохе В современности мне тоже нравится Через три года будет новая, наверное, современность Тоже будет нравиться Я принимаю этот мир Хоть я иногда сомневаюсь, достоин ли он меня Жанна, вы почитаете свои стихи Или уже вы устали? Свои стихи? А вот вам еще предлагают работать в кино здесь? То есть теперь же у вас огромная школа за плечами Пока что нет Ну вот сейчас, вот Соловьев, он У меня была мечта только сниматься у Никиты Михалкова С самого раннего детства Вообще я певицей не хотела быть Я только хотела быть кинозвездой Никиту Михалкову я видела Михалкова я видела несколько раз в своей жизни И в очень интересных обстоятельствах И он помнит меня, как это сказать, по развитию То есть один раз, когда мне было Там одно количество, в другой раз другое количество И наполненность И в третий раз третье количество И наполненность Он пока что не проявляет ко мне какого-то такого взгляда Но я ему сразу сказала, что я не буду играть ни проституток Ни рок-н-ролльщиц Ни доп-юзеров Ни всю вот эту прочую публичку с пистолетиками, которые Я буду играть только царицу Или какую-то инопланетянку Как Тина Тюрнер или Стинг Так что так А вот Сергей Соловьев может быть как раз Этот уже получил Оскар А вот Сергей Соловьев может быть как раз тот, который хочет получить Оскар А мне как раз нужен режиссер, который не меньше Он должен хотеть Оскар Ну вот Куртни Лав снялась же в фильме Об этом человеке, который издавал Пентхаус Куртни Лав, продиссер, которого я встретила в Голливуде Сказал бы, ну-ка сними штаны, она бы сняла А я нет, а я не сниму Хотя, в общем, с Куртни Лав я бы, может, посоверновалась бы кое в чем На самом деле Так что вот так Вот такие мои принципы Вы должны это знать Я категорически против Что эти принципы для некоторых становятся правдой жизни Это неправильно Но это не важно, как я думаю Правильно или неправильно Нет, это важно, это интересно Поэтому они распоряжаются и аранжируют свою жизнь так Моё мнение таково, что Это пустая трата времени Так не должно быть Дух должен быть сильный И штаны снимать перед камерой не нужно Людям неинтересно, сколько родинок у вас на одном месте В принципе Хотя некоторым, может быть, как некоторые говорят, интересно Ну, в общем, всё это создаётся самими же людьми Сами же создают, сами и уничтожают Поэтому 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 Я желаю вам всем любви Чтобы вам повезло с качественными партнёрами Это, конечно, мечты, наверное, для многих из вас Но Попробуйте Делать над собой терроризм Отречься от мяска Полно всякой еды хорошей От алкоголя Очищаться И вам всё повалится с неба Вот увидите На самом деле, говорю Город живёт Счастье своих Людей Старый отель Дверь свои Открой Старый отель Половечь меня Укрой Счастье Старым Дверь Укрой Дверь Укрой Ну так вот, что касается Троицкого, я его очень люблю, хоть он и толстый стал, и женился мне, изменил, и бросил меня совсем бедняжку. И стал вот с этими... Ну, на мой взгляд, его судьба, если говорить об этом, вполне удачлива, потому что мужчины после 40, по-моему, во всем мире мечтают быть редактором плейбоя. По-моему, все-все машины втайне хотят быть редакторами после 40 плейбоя. Это, в общем, по-моему, в самый раз. А вот что касается меня, я еще как... пребываю в таком пока не состоявшем состоянии, можно так сказать. Меня это очень радует, потому что это продлевает юность. Если бы он пригласил вас в плейбой на обложку, вы бы согласились? Картину, может быть, если бы кто-то маслом написал в стиле Леонардо да Винчи, тогда, может быть, согласилась бы, чтобы он опубликовал ее. Жанна, скажите, и все-таки, а вот сначала вы ответьте, а потом я скажу ваш ответ, который вы дали 10 лет назад. Идеал мужчины. Какого мужчину вы бы назвали идеальным? Ну, качественного. 10 лет назад вы сказали Ленин. В Америке у меня был свой проект, который я сама, как продюсер, держала, и была экзекутив-продюсер тоже. Это была Натя Натис. Мы приезжали в третьем году здесь вот на концерты с Браво, на тур, десятилетия. Это был прекрасный такой проект, можно сказать вкратце об этом. Экзотический микс в американском стиле и с моим первозданным, как сказать, состоянием к этому проекту. Я выбралась, я хотела себе азиата-барабанщика, гитарист должен был быть локальный, американ-индиан, мексикан и испаниш-бой. То есть должен быть смешанный. И такой встретился, как ни странно. То есть я вот как геополитический деятель внутри себя в своей маленькой корпорации решила, что именно такой должен быть. Басист у меня должен был быть кельт, человек из Англии, то есть бритишмен, а русская певица — это я. И такое всё создалось. Все эти люди пришли ко мне. Вот я мечтала о них, и вдруг всё начало осуществляться. Мы репетировали, и у нас был прекрасный проект до тех пор, пока я смогла его, как говорится, содержать, что ли. Потом начались довольно сложные времена для меня, мои гонорары стали заканчиваться, и этот проект я содержать больше не смогла. А в спонсоров и прочее вот это всё я не верю. Я привыкла, как говорится, создавать ситуацию и платить за неё сама, всю свою жизнь. А в спонсоров и прочее вот это всё. Субтитры создавал DimaTorzok